Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сегодня мы с вами поговорим об обрезке груши. Перед нами молодое дерево груши, которое уже вступило в плодоношение. Ему порядка 7-8 лет. Нужно сказать, что данная груша сформирована уже изначально было в целом неплохо. И для этого сорта, вы можете обратить внимание, характерен большой угол отхождения ветвей. Это очень хорошее свойство. Такие ветви менее всего подвержены риску разломов. Более того, именно у этого сорта хорошая проветриваемая ажурная крона. Дело в том, что для многих сортов груши есть такая проблема, как загущение, либо компактный стремительный вверх рост. Когда крона имеет классическую пирамидальную форму, даже иногда у некоторых сортов похожа на колоновидную форму, как кипарис. Для них характерны очень острые углы отхождения. И такие груши нужно очень аккуратно формировать и обрезать в процессе ухода. С данной грушей таких проблем нет. Что потребуется конкретно в этом случае? Во-первых, здесь формируются очень длинные разложистые ветви. А длинная ветвь – это всегда угроза разрыва, разлома, поломки даже самой ветки. Если мы посмотрим с этой стороны, можно видеть, что здесь довольно-таки острая развилка все-таки сформировалась. В свое время из нескольких близко распороженных почек начали расти три мощных ветви. Чтобы не произошло разрыва в этих местах в дальнейшем, эту и эту ветвь нужно будет ослабить, немного укоротить, чтобы уменьшить на нее нагрузку. Остальные ветвям понадобится лишь незначительное укорачивание и прореживание в тех местах, где ветви накладываются друг на друга, либо трутся. Ну и есть несколько веточек, которые растут внутрь кроны, мы их тоже уберем. Сейчас нам нужно разобраться с этим скоплением ветвей в одном месте. У большинства сортовых груши есть проблема такая, как сильнорослость. Они все стремятся занять как можно больше места под солнцем. У них четко выражено эпикальное доминирование, то есть выраженный центральный проводник, который тянет за собой всю крону вверх. Но мы же заинтересованы в первую очередь в том, чтобы наша груша была удобной для нас, чтобы было удобно собирать. Поэтому на высоте 3,5 метра максимум обычно центральный проводник у груши удаляется. Здесь мы с вами должны сейчас сформировать ей именно верхушку, чтобы потом можно было заложить еще один ярус и вырезать уже проводник окончательно. Чтобы обеспечить себя урожаем. Из-за того, что проснулось слишком много почек, вот видите, вот они дали все побеги. Очень загущенная получилась верхушка. Сейчас мы с вами должны будем сделать выбор, какие ветви мы оставим, какие вырежем. Следует также помнить при обрезке груши, что она очень агрессивно реагирует на сильную обрезку. А именно, при сильной обрезке она выбрасывает большое количество волчков, которые сильно загущают крону. Поэтому грушу нужно резать очень осторожно, стараясь не спровоцировать вот этот ненужный рост. И если вы проводите обрезку, то желательно, конечно, не просто вырезать ветку, допустим, укорачивать, обязательно с переводом на боковую полого расположенную. Более того, для груш иногда полезнее не обрезать ветку, а оттянуть ее в горизонтальное положение. В таком случае она быстро покрывается плодовыми образованиями, вот здесь видите плодушки, и приступает к плодоношению. То есть, сильно растущие вверх вертикальные ветви мы либо вырезаем, либо, если позволяет возможность, есть такая, оттягиванием переводим в горизонтальное положение, либо переводим ее небольшой обрезкой на боковую пологую ветвь. Так, сейчас мы с вами должны, повторюсь, сделать выбор в пользу одной из веточек, которая заменит на какое-то время центральный проводник. И в то же время не позволит дереву сильно стремиться вверх. Вот эту вот ветвь мы выбираем сейчас в качестве проводника. Поскольку она идет довольно сильно в сторону, мы срезаем ее вот на эту боковую веточку, маленькую, пока маленькую, которая идет вовнутрь. Для того, чтобы она немножко выпрямила в процессе роста вот этот сук. Сейчас мы подойдем с другой стороны, ведь у нас здесь есть свои ветки. Они не должны так сильно выдаваться. Мы их укорачиваем на боковую ветку. Мы их укорачиваем на наружные почки. Здесь вот обратите, пожалуйста, внимание. Две ветки идут друг над другом. Они довольно-таки длинные. Но с другой стороны, они же хорошо обросли ветвями второго и третьего порядка. Но из-за того, что они нависают друг над другом, они мешают. Они идут параллельно. Ветвь второго яруса значительно сильнее, чем ветвь первого яруса. Она старается вырваться из-под влияния сверху. Еще больше вытягивается. От этого страдать будет ее прочность. Есть риск ее поломки. И в целом такая крона выглядит, если мы посмотрим со стороны, немного неуравновешенной, перекошенной вправо. Что мы можем здесь сделать для того, чтобы крона груши была более прочной? Укоротить ветви с переводом их на какую-нибудь боковую хорошую веточку. И здесь классическая тоже проблема наших деревьев. Это когда ветки сплетаются друг с другом, трутся. В конце концов, могут даже сломаться в таких местах, где сильно трутся. Вот здесь мы должны будем убрать все, что трется. Удаляем всегда без пеньков, на кольцо. Видите, сразу перестала тереться. Вот эта еще трется. Но ее срежем на почечку, которая идет в сторону. На эту вот почечку. Далее. Нам нужно все-таки укоротить эту ветвь, чтобы она так не оттягивала. Вот суп в целом. С переводом на боковое ответвление. Здесь, видите, немножко загущено. Аккуратненько удаляем. Давайте вот эту немножко укорочу. Она идет внутрь кроны. И вот нам нужно сделать выброс этих веточек. С одной стороны, очень хорошо, что на ней уже образуются цветковые почки. С другой стороны, эта ветка в целом очень длинная. Но здесь какая проблема. Здесь мало пока еще обрастающих веточек. Поэтому мы ее просто укорачиваем. Вот однолетний прирост. Вот. И я надеюсь, что в течение этого вегатилонного сезона здесь проснутся другие почки. И за лу будет идти закладывание обрастающей древесины. Укорачиваем. Часто наблюдается такая проблема у деревьев, когда в одном месте закладывается сразу большое количество сучьев. С одной стороны, кажется, это же здорово, хорошо. С другой, в таких местах наблюдается напряженность в стволе. Слишком много веток в одном месте в результате может привести к разлому, к повреждению, когда эти ветви начнут набирать силу. Поэтому здесь нам нужно будет сделать выбор и некоторые ветви удалить. В частности, мы удаляем вот эту ветку. Оставляем вот. Вырезаем на кольцо. По верхнему краю на поле. Если получилось зазубрение, обязательно зачищаем. Здесь правило, как в хирургии. Хорошо заживают только раны, которые имеют ровные края. Поэтому обязательно выравниваем края ран, срезая излохмаченную кору. В дальнейшем все рамки обязательно замазываем. Особенно, если размер диаметра раны больше, чем сантиметр-полтора. Данную ветку мы тоже удаляем. Она находится в не очень выгодном положении. И дерево само ее потихоньку глушит. Если вы можете посмотреть, на ней всего раз, два, три, четыре, пять. Менее десяти почек. Ей не хватает света. И дерево само решает, что такая ветка ему не нужна. Итак, здесь мы делаем небольшое еще укорачивание. Не укорачивание. Небольшое. На боковые веточки. Немножко укорачиваем однолетний прирост. Дело в том, что здесь он незначительный. Порядка 25-30 сантиметров, не более. Поэтому серьезной обрезки здесь не требуется. Крона в целом ажурная, просвечивающаяся. Здесь немножко ее переведем на боковую почку, чтобы не мешало нам проходить под деревьями. Здесь вот пенечек засыхающий удаляем. Да, кстати, в первую очередь удаляем именно ветви, которые заболевшие, усыхающие. Потому что, к сожалению, пользы от них будет мало. Вот эту вот веточку я еще вырежу. Она здесь идет под острым углом. Это во-первых. А во-вторых, она здесь дублирует другую ветку. И можно вырезать в стиле прореживания кроны. Вот эту вот ветвь нам нужно будет немножко ослабить по сравнению с центральной ветвью, с центральным столом и проводником. Мы ее переведем вот на эту боковую ветвь. Она очень пологая. В целом, когда вы обрезаете грушу и любое другое дерево, вы должны поддерживаться того правила, что с какой бы стороны вы к ней не подошли, оно должно иметь правильную форму. Либо это будет полусферическая, полушаровидная крона, которая одинаково равномерно развита во все стороны. Либо это должна быть плоскостная форма. Допустим, многие люди стараются вырасти дерево так, чтобы оно занимало как можно меньше места на участке. Выращивают в форме шпалеры. В таком случае ветви располагаются вдоль ряда, но не в ряд. Деревья, которые сформированы правильно, они обладают повышенной устойчивостью. Устойчивостью именно к нагрузке урожаем. И спокойно выдерживают нагрузку от 100 до 500 кг на дерево. Тогда как те, у которых крона перекошена, развита неравномерно, соответственно, нагрузка распределяется неравномерно, и это приводит к полому, к разломам и даже разрыву всего дерева в целом. Обычно, пока обрезаешь, обходишь несколько раз вокруг дерева, дорезая по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, пока она не сформируется в правильную полушаровидную форму. И тогда и себе приятно, и дереву удобно, и рост становится ниже. На этом у нас все. Процветания вам и вашему саду. И до новых встреч. И обязательно подписывайтесь на наш канал Процветок. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова